Последний на сегодня вопрос. Пишет девушка Алсу, здравствуйте, очень помогают ваши советы. Спасибо вам большое. Вопрос следующий. Как научиться доверять? Недавно поняла, что стремлюсь подсознательно держать все под контролем и не доверяю даже самой себе. Ну, у меня про тему доверия просто вопрос, смотря что доверять. Ну, крайности, кому и что доверять. Я могу доверять ключи, но не доверю уголки своей души. Вот что и кому доверять. Это не от того, что человек плохой или хороший, доверяют тому и то, что он не испортит. Вот и все. Если ты считаешь, что все остальные испортят то, что ты доверишь, ну... Если даже себе не доверяют. А что значит не доверяю? Сама могу испортить. Ну, пожалуйста. Вот надо найти тех, кто с чем-то справляется лучше, чем я. Вот она же себе сама одежду, например, не шьет, она же доверяет какой-то швее, наверное. Так, или магазину, или еще кому-то. Ну, кому-то доверяет. Вряд ли она сама себя подстригает. Она идет и доверяет свою голову какому-то парикмахеру. Потому что он сделает лучше. И вот, когда ты понимаешь, что ты сделаешь... Ну, сначала признать свою ограниченность. Что я могу делать хорошо, что я могу делать плохо. Если я плохо, я лучше передоверю тому, кто сделает лучше. И я учусь потихонечку доверять что-то кому-то. Там, глядишь, и до тайн дойдем для этих секретиков, до интима. Вот я сейчас в кафельне, в ванной нужно выложить. Я себе не очень доверяю. Я лучше доверю кому-то. Вот. В настоящий момент он там делается. Вот и все. Поэтому иногда понимаешь, что выгоднее доверить другому. Передоверить и так далее. Душевное доверие. Не обязательно. Не может рассказать кому-то что-то о своих проблемах. Или может с мужчиной, допустим, не может встретиться, встречаться нормально. Я почему-то не доверяю, что мужики, а не типа, ну, может быть, внушение, что они козлы, что они... Я говорил, говорю, буду говорить, смотря что. Вот поймите, что доверять. То есть, что ты боишься доверить. Открываться... И момент, когда, опять же, я доверяю тому и то, кто не испортит. А что значит для тебя испортить? Я не доверяю тому тайну, которая проболтается. То есть, какую-то тайну можно этому доверить, а какую-то тайну этому. Да, когда я на тренинге. Вот три секретика. Одному этот секретик, а другому этот. А третьему вот этот. И вообще как-то вот это вот интуитивно отслеживается, кому и что ты доверишь. И стоит ли доверять. И когда тебе доверили, ох, это так нагрузили. И как-то вот в ответ тоже опасно. Это система доверия. Это же наши страхи. Именно наши. И когда ты потом перестаешь бояться и живешь открыто, это, ну, не знаю, показательный случай, когда я устраивался в службу занятости. И там, ну, давай расскажи о себе что-нибудь. Я как о себе рассказал что-нибудь? Моя коллега подошла и говорит, ты чего так распахиваешься, открываешься-то? Ты не боишься? Я говорю, нет. Я о себе еще ничего интимного-то я не рассказал. Это я так. А для них они уже испугались, что я прям вывернулся так мясом наружу. То есть, ну, система доверия, ну, кому и что доверять. Эту информацию я могу доверить, потому что мне не страшно. Даже если ее перескажут кому-то. Ну, так есть. Поэтому я смотрю и кому и что, я не знаю. Поэтому каждому человеку смотришь, насколько он у тебя вошел в доверие. И что ты ему можешь доверить. Материальное, духовное. Кому-то не стоит доверять даже свою систему верования. Проще согласиться. Да, да, да. И нет никакого Бога. Конечно, нету. И только да, да. Ну, зачем? Зачем травмировать человека? А кому-то можно доверить что-то. Я вот думаю так, и вот, знаешь, я у меня вот в этом моменте, вот как врут тому, кому правду говорить опасно. И вот на клубе, я почему опять же горжусь своим клубом, когда приходят люди и приносят сырую информацию. Вот мы задумались вот на эту тему. У них еще не сформировалось мнение. И они не боятся, что сейчас вот они что-то скажут. «О, это дебил!» Нет, мы просто «О, давайте правда на нее подумаем. А если это так, то вот так, если так, то вот так». И он взял, принес свое, еще не слепившееся, без страха, что это обсмеют. И вот это да, это доверие. Это вкусно, это здорово. И когда человек открывается, а над ним не смеются, он не чувствует себя в состоянии унитаза, что он такой белый, блестящий, а тут вдруг. И вот это да, мы опять ничего не испортили. И он ушел не с одним мнением, а с пятью, да, и он пошел дальше думать. Потому что никто не знает правильного ответа, но вот размышления каждый свое подсказал. Поэтому доверие, и чаще всего это боятся доверить свое сокровенное, а сокровенное – это моя система, опять же, верований. Во что я верю, во что я нет. И если я открылся, надо мной посмеялись, вот это страшно. А если я приготовился к тому, что надо мной смеются? Ну, если вот я знаю, что над Капрановым столько уже людей смеется, ну жалко, что ли. О, когда мне говорят, а тебя вот не разбалует любовь к тебе? Я говорю, никогда не разбалует, потому что не любовь ко мне в три раза больше. Почему? Я говорю, ну, человек, когда меняется, он меняет конфигурацию в том сообществе, в котором он находится. А рядом с ним минимум два-три человека. А эти люди недовольны, что он как-то изменился, и совсем другие зубья в этой шестеренке стали. И эти двое-трое, они не его винят, а того, кто его изменил. Поэтому за каждого восхищенного мною двое-трое ненавидящих меня. Поэтому нормально, как-то привык. Бодрит. Как преодолевать, получается, недоверие, это начинать преодолевать свои страхи. То есть это работа со страхами. Поэтому, да, работа с недоверием – это работа со своими страхами. Это, опять же, вообще желательно знать все свои границы. Вот чего я могу рассказать, и чего я не боюсь, что все узнают. Это вот окно Джо Гарри. То, что знают обо мне все, и я о себе знаю. То, что знаю о себе только я, и никто обо мне не знает. И то, что обо мне знают другие, но я о себе не знаю. И вот когда вот это происходит, перетекание оттуда-туда, и мы научаемся общаться, начинаем открываться, нам открывают, как я выгляжу со спины или еще что-то. Ну, то есть очень уже интересно. Поэтому тем, кто смотрит, откройте там в интернете окно Джо Гарри, посмотрите, поинтересуйтесь. Кому что доверять, кому что не доверять. Доверие – это вообще выстраивается, проверяется. Сначала до веры, потом проверили, потом поверили, а потом уверовали. Ну, там система веры очень длинная, и кому что доверять. Например, я до сих пор не все свои мысли доверяю своей жене. Сейчас. Нет, не факт. Это не значит, что я от нее скрываю. Нет, зачем? Это, по-моему, у Козлова хорошо так. Если бы про вашу жизнь снимался видеофильм, кому бы из людей вы его показали? Ага, вот сейчас прямо. И даже не потому, что я боюсь, а потому, что человек может не понять. Или понять не так, как я. А я не хочу спорить. Ну, да. Поэтому иногда не доверяешь не потому, что человек плохой или еще что-то. Но не справится он с этой информацией. Просто не справится. Как маленькому ребенку нельзя доверять хрустальную лазу. Не потому, что он плохой, потому что он уронит, разобьет. Еще сам порежется. Себе же еще и навредит. Поэтому вот в этом месте лучше не доверять. А если человек умеет лучше тебя с этим справляться, тогда доверить. Поэтому многие приходят на консультацию и доверяют мне уголки своей души. Потому что знают, что я над этим не посмеюсь. И более того, многие удивляются там. Я вот сейчас вам такое скажу. Причем сказал, я говорю, а что такого-то? А вот. Ну, я говорю, ну, это обычно. Кривая этого у всех нормальная. И так. И что, вас это не шокирует? Я говорю, нет. Я с этим работаю каждый день. Для меня это не шок. Ну, это нормально. Ну, как я говорю, вы представляете, когда-то в детстве мы все какали в штаны. Вас это не шокирует? Так что это нормальное явление. Я говорю, ну, я к этому отношусь так же. Что в определенном возрасте это происходит. А в определенном вот это происходит. В определенном вот это происходит. Ну, нормально. Ясно. Ну, все. Спасибо за внимание. Счастья вам. Голос за кадром. Все? Ну, отлично, Алексей. Давай.